Я все сказала. Я Дауна растить не собираюсь. Пусть его лучше иностранца усыновят. Ты что, серьезно? А что? Игорь, там ему будет лучше. Там знают, как за такими детьми ухаживать. А у нас останется здоровенький ребеночек. Не зря же Бог дал твоих. Аля, ты бредишь. Тут не о чем говорить. Если ты отдашь нашего ребенка в детдом, я от тебя уйду. Ты поняла? Тогда уходи сейчас. Я своего решения не поменяю. Точка. Алевтина Романовна, мне очень жаль. Но один из близнецов умер. Так бывает. Синдром внезапной детской смерти. Когда ребенок умирает без причины. Примите мои соболезнования. Значит, он был совсем не приспособлен к жизни. Умер другой малыш. Здоровый. Я вам не верю. Он живой, я знаю. Я слышала, как он кричал. Я вам не верю. Да вы, да вы украли его. Вы, вы украли его. Сына, мне верните, верните ребенка. Верните ребенка. Где мой сын? Верните моего сына. Верните моего сына. Что стоишь, дура? Калий, снотворная. Ай, где ты, сын мой? Быстрее. А что? Полите, ай, сын. Стойте. Нет, вы все-таки со мной поговорите. Я вам уже повторил, у меня нет времени. Послушайте, я своего добьюсь. Вы откройте дело снова. Сколько раз вам повторять? Нет состава преступления. Значит, то, что у меня украли сына, это не преступление? Вашего сына никто не крал. Малыш умер во сне. Остановило сердце. Синдром внезапной детской смерти. Этот диагноз я уже выучил наизусть. Этот их диагноз только прикрытие преступления. А вы их покрываете. Сколько вам заплатили, чтобы вы их отмазали? Ну, это уж слишком. Это оскорбление при исполнении. А мне плевать. И знайте, я обращусь в прокуратуру. Велитаны захотят возобновить расследование. Я до министра дойду. Я на телевидении обращусь в прессу. Со всех погод звездочки полетят. Так она дошла до министра, до прокуратуры, подняла своего районного депутата и теперь они вдвоем дают интервью. Он, какая у нас власть бездейственная, а она, мой сын жив. Ну, если мать чувствует, что ребенок жив, значит он жив. А у меня заключение комиссии из роддома. Синдром внезапной детской смерти. Никаких механических травм, никаких токсических или других отклонений от нормы, а ребенок умирает. Ну, вы же понимаете, что матери экспертиза не нужна. Она хочет найти своего ребенка живым. Ну, вот ты и найди. Мои следаки-мужики этого не могут. Ну, я же не работаю в вашем управлении. Наше агентство занимается расследованием особо сложных дел. Возможно, мы вскроем факты злонамеренных краж детей из роддома самими врачами. Но тогда нам нужна будет ваша поддержка. Вы готовы дойти до суда? Давайте факты поддержим. Обещаете? Обещаю. Я так понимаю, начинаем с полного нуля. Ну да, у нас есть два взаимоисключающих факта. Заключение комиссии о том, что ребенок мертв, и уверенность матери, что он жив. Ну, думаю, уверенность матери строится не только на чувствах, но и на фактах. Поеду поговорю с ней. Да, и поговорю с этими персонажами из роддома, которые делали заключение комиссии. Да, я вот хочу лорда тоже отправить в роддом. Ну, пусть соберет сплетни пересуды. Это что, лорд будет работать в роддоме под прикрытием? Изображать счастливого папашу? Очень смешно. Ну, а что, ему уже пора остепениться. Тем более после этой истории, когда я спасла его от пожизненного заключения, за убийство которого он не совершал. Он очень хочет исправиться. С трудом верится. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ если не секрет на какую. Ну, работа нужная, но тяжелая. Вова, ну нежнее, нежнее. Понятно. Лорд, мне надо, чтобы ты поехал в роддом. Да в роддом мне еще рано. Ты мне обещал помогать в моих расследованиях? Так я же не отказываюсь. Нельзя ли это все на завтра перенести, а? Нельзя. Извинись перед девушкой и перезвони мне. Я расскажу тебе суть дела. Ну, извините, девушка. То есть вы утверждаете, что в роддоме у вас украли ребенка? Можете не шептать, говорите нормально. Я думал, он... Тихий такой. Всегда такой. Ни разу еще не плакал. А он... Синдром Дауна. А когда здорового ребенка у меня украли, я им этого хотела сдать в дом малютки. Мне медсестры уговорили забрать. Ну, хотя бы на первое время. Сказали, что так легче будет справиться с горем. Да какое горе? Мой сын жив. На этого даже смотреть тяжело. Это же ваш сын. Осуждаете, да? Надоело. Вы зачем приехали сына моего искать? Ну, так приступайте. Скажите, на чем основаны ваши подозрения, что... Да у меня свидетель есть. Медсестра, которая роды принимала, Ксения Романовна. Она знает, где мой ребенок. А поподробнее? Могучего угрожает, что руки на себя наложит. Петр Дмитриевич, я не возьму такой грех на душу. Ей нужно сказать правду. Ксения Павловна, милая вы моя. А кому нужна ваша правда? Я же объяснял. Давать задний ход поздно. Мы все повязли. В тюрьму захотели, голубушка? Ну, ведь это же ребенок. Нет ребенка. Я не буду молчать. Я просто не смогу. Хорошо. Дайте мне один день. Я сам все уложу. Только, пожалуйста, без самодеятельности. Я все слышала. Где мой мальчик? Отвечайте. Не кричите, я вас умоляю. Не кричите. Я сейчас вас и вашу всю больницу с землей сравняюсь. Не вернете мне ребенка, где сын мой? Я все вам расскажу. Только не здесь и не сейчас. Я все расскажу ночью во дворе больницы. Ну, и я прождала ее всю ночь. Бестолку. А утром прихожу в Сестринскую, спрашиваю, где медсестра моя? Она мне, говорят, уволилась сегодня. Без объяснения причины. А кто такой Петр Дмитриевич? Заведующий отделением. Рогозин. Меня, когда из реанимации в отделение перевели, я им скандал устроила. Я требовала вернуть моего ребенка. А он мне заявление подсунулась на кремацию с моей подписью. Говорит, могучего? Ну, вы же сами подписали. Я ей не помню ничего. Видно, бумажку мне какую-то подсунули, пока я в беспамятстве была. Послушайте, просто очень важно знать. Муж. Папашу я не видела с тех пор, как, ну, узнали о том, что один ребенок родится больным. С тех пор его как ветром сдуло. Козел. Все вы такие. У вас дети есть? У нас жену детей нет. Не получается. Я очень надеюсь, что у вас получится. Найти моего сына. Запоминай. Завод делением Рогозин. Акушерка Елизавета Титаренко. Медсестра Ксения Павловна. Ну, что ты молчишь? Запомнил? Да, 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 да. Давай. Собери информацию, что о них говорят в роддоме. Так, ноги поднял. А что ты здесь сидишь? Жену увезли. Рожать будет. Так что ты с букетом приперся? Родит, так приходи. А скажите, акушерка Титаренко нормальная? Кто? Ну, нам порекомендовали Титаренко. Вот эту фифу юбку во задирала. Тут вообще не застегивалась. И как таких кроженицам допускают? Ну, ничего. Уволила, слава богу. А почему? Да тут случай был. Одна ненормальная по больнице бегала. Все кричала сына ее вернуть. А сын умер при родах. А Лизка? Титаренко. Титаренко. Лизка у нее роды принимала. Я уже не знаю, что там получилось. Может быть, что-то Лизка и не то сделала. Ну, только наш Рогозин ее от иха подальше уволил. А Рогозин кто такой? А, это наш главврач. Говорят, что у нее роман был с нашим главным. Петр Рогозин? Здравствуйте. Могу я задать вам несколько вопросов? А вы по какому делу? К нам детективное агентство обратились по поводу смерти ребенка. Могучего Левтина Романова. Одну минуточку. Валюш, тут к тебе сейчас подойдет человек. Как вас? Николай Петрович. Николай Петрович. Выдай ему копии документов по поводу смерти ребенка Могучевой Левтины Романовны. Да, это та, что скандалила. У вас ко мне все? Всего доброго. Могу я задать вам еще один вопрос? У вас в отделении работала медсестра Ксения. Возраст. Да, была такая. А как мне ее найти? Ну, откуда я знаю? Она уволилась. Давно? Ну, пару месяцев назад. То есть тогда, когда умер ребенок Могучевой? Ну, наверное, возможно. А я могу посмотреть документы на ее увольнение? Я позвоню в архив, вам передадут. Итак, наши версии. Короче, наша Лизка что-то накосячила с пацаненком. А Рогозин, отмазывая ее косяк, кремирует его, чтобы на вскрытие не всплыл косяк Лизы. Медсестра уволилась. Медсестра уволилась. А Кушерка тоже. Другой причины для такого кипиша я не вижу. Сомневаюсь, что Рогозин на такое пошел бы. Его поведение говорит об обратном. Он демонстративный и самовлюбленный. Такие, как он, не стали бы рисковать. Он слишком зависим от социальных благ, чтобы загреметь за соучастие. Но Лизу надо найти. Так, а теперь мои выводы и версии. Значит, первое. Меня поразило, как она относится к своему больному ребенку. Да и вообще, эта Алевтина крайне неприятная особа. А второе? Теперь понятно, почему ее бросил муж. Знаешь, Коля, он ее бросил перед самыми родами. Кого ты защищаешь. Но есть одна деталь, которая, возможно, смягчает его вину. У него ребенок родится, понял? Смотри, когда Алевтина совершенно справедливо обзывает своего мужа козлом, она прикусывает губу. С тех пор его как ветром вздул. Красиво. Это жест досады и отчаяния. Она чувствует свою вину за что-то, но, конечно, совершенно не хочет признать ее. Ну, да. Вы все женщины, очень сложные существа. Хорошо, что вы, мужчины, существа такие примитивные. Ну, не все, Аня, не все. Я, к примеру, проявил сообразительность и узнал. Не покидала ли Ксения страну? И? Покидала. Да ну. Месяц тому назад уехала в Италию и в страну не возвращалась. Куда? В Италию? Я говорил Рогозин Баба Гдал. Более того, в архиве роддома я узнал адрес, где она жила в нашем городе. Лорд, надо побывать дома у Ксении и узнать, где ее теперь искать в Италии. Италии. Ну, Ксении Ховенко. Ах, интересно. Вона вас чекает? Конечно. Только что созванивались. Чекает и не дочекается. Кофе поставила уже. Ах, ты ж брехун. Да я милицию зараз выключу на тебя. А что милицию-то сразу? Аксения Павлевна, чтоб ты знал, вона уже піврока в Италии живет. Вот беда. А телефончик не оставила она случайно в Италии? Телефончик оставила. А ось твой телефончик 102. Тебе ж на лобе написано, что ты ворюга. Ты что думаешь, я не бачу? Так, а ну быстро с подъезда. Да подожди. Давай быстро, чтоб я тебя не бачила. Я ухожу, мать. Ухожу. Уже ухожу. Мать. Та была б я твоя мать, я б тебе сделала вырванные годы. Афирюга. О, малой. Иди сюда. Тебе не хочешь заработать? Хочу. Смотри, вон видишь, консьержка там. Надо ее отвлечь. Скажи, что цветы топчет шпана. А я тебе за это... Здравствуйте, Визаэта Сергеевна. Мне нужно с вами поговорить. У вас есть пару минут? Я с незнакомыми мужчинами на улице не разговариваю. Ну так в чем же проблема? Давайте познакомимся. Меня зовут Николай Петрович. Я хочу задать вам несколько вопросов по поводу вашей прошлой работы. Вы работали в роддоме акушером-гинекологом, верно? Допустим. Ну не допустим, а точно. Почему вы уволились? Прекрасный роддом, приветливый коллектив. Проблемы с начальством? Не ваше дело. По личным причинам. Маленький, прости, мой хороший. Мамочка тебя... Моя зодочка любимая. Извините, мне нужно ребенка кормить. Всего хорошего. Ребенку на ВИЧ 4-5 месяцев. Вы из роддома не в декрет ушли, а уволились. А увольняюсь не были в положении. Откуда ребенок, Лиза? Отпустите, иначе я вызову полицию. Полиция уже приехала. Я из детективного агентства. К нам за помощью обратилась мать, которая ищет своего сына. Лиза, я только поговорить. Не ваше дело. По личным причинам. Да, кстати, откуда ребенок, она так и не объяснила. Допустим, Лиза украла ребенка у Алевтины. Допустим, Рогозин сделал липовое свидетельство о смерти. Допустим, Ксения случайно об этом узнала. И Ксении дали откупные замолчания, на которые она, кстати, отвалила в Италию. Но есть же экспертиза ДНК, на что они надеялись? Лизка скандальчик закатила. Рогозин быстренько свидетельство подмахнул. Надо колоть Ксению, она самое слабое звено. Она в Италии. Значит, пока это мать комсомола. Бегала там между палисадниками за детьми. Я проник в ее коптерочку и сфотографировал всю информацию. Ты что, умеешь пользоваться компьютером? И... Коля. Ксения Павловна, мы ваши соседи снизу. Вы нас заливаете уже второй день. Срочно выйдите на свет. Петро? Умница. Вот то что, учись. Ты смотри. А вы кто? Мы расследуем дело о похищении ребенка Алифтины Могучевой. Я знаю, что вы покрываете преступление, которое произошло на вашей смене в роддоме. Ксения Павловна, открыто уголовное производство. И сейчас вам решать, вы будете проходить как свидетель по делу или как сообщница. Я так и знала, что это просто так не закончится. Кто вам заплатил за молчание? Рогозин, Лиза? Это ничего не решит. Вы знаете, что такое экстрадиция? Какая экстрадиция? Я ни в чем не виновата. Я с самого начала говорила, но они меня не слушали. И эти деньги проклятущие я взяла. А Виталию я приехала, а меня подруга пригласила. Ребенок Алифтины жив? Где он? Украина! Это мой муж. Он ничего не знает и не должен знать. Его завтра не будет, я вам все расскажу. Прикольная бабенка, да? Уже импортного себе мужичка подцепила, а? Быстро! Если Рогозин дал ей денег, значит они действительно с Лизой украли ребенка. А вот теперь можно и Головко за ордером на экспертизу ДНК. Может помочь? А ну отвали, я сейчас полицию вызову. Полиция! А вот. Вы? Что это? Ордер на изъятие образцов ДНК вашего ребенка. И для чего он? Для сравнения его с ДНК, возможно и биологической матери. Господи, неужели я не могу нормально жить и воспитывать своего сына? Во-первых, это не твой сын. Давай рассказывай, как выкрала у Алифтины пацаненка. Какой Алифтины? Я никого не крала. Ванечка, это мой сын, я взяла его в доме малютки и усыновила. У меня есть и документы-то на него. Могли бы показать документы на усыновление? Да, конечно. Пожалуйста. Куда с чемоданчиками собралась, родная, а? Я испугалась, когда он пришел ко мне и сказал, что моего сына ищет его биологическая мать. Ну, конечно, я испугалась и решила уехать. Девушка, вы ехать будете? Девушка остается. Может, полицию вызвать? Родной, вон полиция. Давай вали. Вам надо, вы доставаете. Документы, в принципе, в порядке. Да фуфловые, как и справка о смерти Рогозиным нарисована. Чьей смерти? Сына Алевтины. Какой Алевтины? Господи, да что вообще происходит? Вы уволились из роддома неожиданно. Почему? Почему неожиданно? Я полгода оформляла документы об отцовстве. И когда оформила, уволилась. Ну, надо же кому-то за сыном смотреть. Вы уволились сразу после того, как с Рогозиным сделали Кесарева Могучевой. А потом выписали липовое свидетельство о смерти одному из ее близнецов. Подождите, вы сказали Могучевой? Эту фамилию не забыть. Вы знаете, действительно, последняя операция, которую мы провели с доктором Рогозиным, как раз именно это Могучева. Он сделал надрез брюшной полости, а я как акушер-гинеколог извлекла младенцев. Но через несколько часов один из близнецов умер. СВДС. Но я в этом не виновата. Вы лично видели мертвого мальчика? После операции Могучего отвезли в реанимацию, а малышей в палату. И через несколько часов пришел Рогозин и сказал, что один из близнецов умер. Значит, я почему-то ей верю. Послушайте, если у вас какие-то претензии к справке о смерти, то это к нему. Это к Валу Дмитриевичу на Никону. Так, документы мы заберем и проверим. Хорошо. Прошу вас никуда не уезжать. Послушайте, если у вас какие-то претензии к справке о смерти, то это не ко мне, а к Петру Дмитриевичу. Да, лорд, ты абсолютно прав. Лиза не врет. Потихоньку учишься, перенимаешь мои методы. Это не может не радовать. И меня это очень радует. Да, вот только не радует то, что мы ходим по кругу и копаем вообще не там, где надо. Кстати, документы у этой Лизы на усыновление ребенка в полном порядке. Ну, значит, у нас осталось два похитителя ребенка. Главарач Рогозин и его пособница итальянка Ксения. Если эта Ксения сегодня решила во всем признаться, надо устроить им мощную ставку с Рогозиным в скайпе. Так сказать, колоть будем оптом? Угу. Притащить сюда Рогозина будет сложновато. Да я беру это на себя, если, конечно, ты поможешь. СТУК В ДВЕРЬ Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот он оставил мне вашу визитку. Анна? Да. Я пришла узнать, как идет поиск моего сына. Слушай, ты говорил, помочь нужно что-то? Да, да, да. Я только хотел тебе предложить, да. Надо идти. Да. Мы пойдем. Очень хорошо, что вы пришли. Я как раз хотела уточнить некоторые детали. Послушайте, Анна, какие детали? Вы нашли Ксению, его посадили в тюрьму Рогозина. Где мой ребенок вообще? Вы понимаете, что он маленький, ему уход нужен? Я не понимаю, чем вы здесь занимаетесь. Послушайте меня. Я понимаю, что вы переживаете, но не забывайтесь. Все-таки я и мои сотрудники – ваша единственная надежда найти ребенка. Поэтому прекращаем истерику, присаживаемся и помогаем нам в расследовании. Чай, кофе будете? Чай, пожалуйста. Мне кофе нельзя, я кормлю. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребенку на вид 4-5 месяцев. Вы ведь не в декрет ушли из роддома, а уволились. А увольняясь, не были в положении. Откуда ребенок, Лиза? Отпустите, иначе я вызову полицию. Полиция уже приехала. Я из адекватного агентства. К нам за помощью обратилась мать, которая ищет своего сына. Акушерка Лиза. Алевтина? Я не спросила, вы с сахаром без, сделала такой среднесладкий? Алевтина, я задам вопросы, которые, наверное, будут не очень приятными, но это правда важно для расследования. Ваш муж не интересовался как дети? Нет, не интересовался. А как так получилось, что он вас бросил буквально перед родами? Да потому, что он козел. А вы своей вины совсем не чувствуете? Слушай, мне надо идти. Вы позвоните мне, если будут какие-то новости. Стоять! А ну рассказывай, куда ребенка дел. Давай, давай. Я сейчас полицию вызову. Ага, вызывай, давай, вызывай полицию. Расскажешь им, как ты украл ребенка у своей пациентки. А также расскажешь, как ты сделал фуфловое свидетельство о смерти и еще одно фуфловое свидетельство о кремации. Вызывай, давай. Что вам надо? Да. Поедемте с нами, но не в полицию, в наше агентство. Ответьте на пару вопросов и будьте свободны. Давай, родной, заводи. Давай, поехали. Сейчас вы увидите человека, которому заплатили за молчание. Ксения Павловна, этот человек заплатил вам за молчание о совершенном ему преступлении? Да. Да, это Петр Дмитриевич Рогодзин. Это он мне заплатил четыре тысячи долларов за то, чтобы я молчала и никому не говорила о том, что один из сыновей Могучевой просто исчез из роддома. Простите, что вы сейчас сказали? Сын Могучевой исчез из роддома. Вот так взял и исчез? Ну, поверьте мне, я говорю правду. Он просто исчез из роддома. Ну, да. Его и брата-близнеца принесли в палату для новорожденных. Оттуда он и пропал. Если малыша похитили, мы должны сообщить полицию. Они сразу его найдут по горячим следам. По каким следам? Мы все отделение перерыли. Нет ребенка, нет следов. Дурдом. Пропал ребенок. Такого мне не простят. Но я не смогу молчать. Пусть лучше меня посадят. Да посадят меня. Меня посадят. Я за все отвечаю. К тому же мое дежурство было. Так. Виноваты все. Могучева уже подписала заявление на кремацию. Она даже не поняла, что она подписывает. Официально ребенок кремирован. Точка. Но вы же похоронили живого ребенка. Да надо было меньше со своим итальянцем говорить, а следить за палатой. Ксения Павловна. Вы человек небогатый. И итальянец ваш тоже небогач. Я вам заплачу деньги, а вы исчезнете в Италии. Договорились? То есть ребенок просто пропал и вы не знаете как, куда он исчез? Ну так… Я занят. Перезвоню. Сыночек мой пропал. Петя. Что? Как пропал? Петь, ты слышишь меня? Да что ты молчишь? Подожди, не кричи. Дайте трубку. Лиза, Лиза, послушайте меня. Это Анна. Успокойтесь. Не вызывайте полицию. Ничего не предпринимайте. Я знаю, где ваш ребенок. Петр сейчас к вам приедет. Петрович, ты помнишь адрес Алифтины? Ну да. Давай пули к ней. Алифтина? Ты уверена? Она сидела тут и, пока я готовила чай, посмотрела видео, а документы с Лизиным адресом лежали на столе. Кто еще? Кушерка Лиза. Откройте, мы знаем, что вы дома. Уходите. Послушайте, мы знаем, что ребенок Лизы у вас. Это мой ребенок. Мой. Эта дрянь украла его у меня. Но теперь мой мальчик со мной, и вы у меня его не заберете. Это не ваш ребенок, Алифтина. Нет, мой. Лиза не имеет никакого отношения к вашему сыну. Вы лжете. Сначала не врали в больнице, а теперь врете вы. Я больше никому не верю. Алло, привет. Сама послушаю. Я вам открою сейчас, а вы мне как они с натворным накачаете. Я никому его не отдам. Он мой, мой. Убедилась? Петрович, эта Алифтина может навредить детям. Она морально истощена и совершенно не контролирует себя. Может сделать что угодно. Я думаю, что может повлиять только муж. Головко дал нам адрес, мы сейчас едем его забираем и сразу к тебе. Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Могучев? Здравствуйте, да. Мы… Простите. На сушах… А ребёнок? Никита Могучев. Ваш сын? Мой. Так это ты его выкрал с роддома? А вы кто такие? Мы расследуем дело Левтины Могучевой о пропаже её сына. Ну, как видите, он никуда не пропал. По-моему, это очень жестоко по отношению к вашей жене. Не вам судить. Не мне, но вам нужно поехать с нами. Ей очень нужна ваша поддержка и помощь. Уберите ребёнка, я по дороге всё расскажу, собирайтесь. Хорошо. Ты нашла мужа Левтины? Да. Звони Петру и Лизе. Думаешь, он на неё повлияет? Да, уверена. Давай. Я спасал своего сына. Я не понимаю, от чего? От мамы его. Аля грозилась отдать малыша в детский дом. Ну, хорошо. А почему вы тогда забрали здорового ребёнка, если так переживали о больном? Или вы их перепутали? Да нет. Понимаете, я думал, если Аля останется с малышом, она привыкнет к нему и не отдаст его. Ну, а потом я правду и расскажу. Поехали. Аля, это я. Впусти меня. О, дорогой, какие люди. А тебе не кажется, что ты запоздал? Ну, где ты так на полгодика? У нас, между прочим, сына украли, пока ты там шлялся непонятно где. Я в курсе. Аля, прости меня. Я принёс Никитку. Вот он. Он всё это время был у меня. Я знала. Я чувствовала, что он живой. Сыночек. Извините, пожалуйста, но Лиза приехала за своим ребёнком. С ним всё в порядке? Она ничего ему не сделала. Ну, всё хорошо. Не переживайте. Где мой Аллах? Где мой Зайчёный? Это вы во всем виноваты. Это из-за вас. Мой ребёнок попал в руки боя, это нервный припадочная Левтина. Сыночек. Ура! Я этих баб не пойму. Они с ума посходили. Такой кипиш устроили из-за своих этих деток. Станешь отцом поймёшь. Кто? Я? А? Я после этого дурдома вообще ничего не хочу. Ого, Игорь, как же ты увел из роддома сына, а? А вон эти помогли. Но помогли, потому что не помешали. Я очень переживал за Алю. Когда ее забрали в роддом, познакомился с медбратом каким-то. Он достал мне ключ от черного хода, халат. Он говорит, заходи, говорит, когда хочешь. Но в день операции я в роддом приехал уже к ночи, когда операцию закончили. Решил, заберу одного наугад. Если больной, судьба такая, буду выхаживать сам, без Али, если она не хочет. А если я возьму здорового, то, может быть, Аля полюбит больного. И у нас будет снова семья. Так что, вы меня заберете? Мы не полиция, мы не забираем. Мы только ищем. Так на самом деле, что ж с Игорем будет? Ведь он же ради детей пыжился. Я бы на его месте точно так бы поступил бы. Я звонила Али в тени. Она, конечно, не будет заявлять на мужа. Думаю, после всего пережитого у них там полюбовно закончится. Но второго мальчика они отдают в дом малютки. Не понимаю, ну как так можно с родным сыном? А этот, в любви обильный этот главврач? Ну, думаю, просто снимут с должности. Да как снимут с должности? Он подделка документов. Никто же не пострадал? Хотя пострадать пришлось всем. Вас женщин вообще не поймешь. То у вас ни одного ребенка вы психуете, кипишуете. То вам оптом подаешь, то вы харчами перебираете. Надо же ценить то, что имеешь. Ну что, не так? Вот я и ценю, мальчики, то, что имею. Ладно, мальчики, давайте подаваем, пока головку еще какой-нибудь висяк на ночь не подбросил. Да, надо идти. Крикливый, это плохо. Но ничего, они поначалу все такие. А потом привыкают. Главное, не реагировать. Не курорт, конечно. Могучий, выставьте подпись. У меня обед скоро заканчивается. Я когда-нибудь здесь с вами. Крикливый. Ставьте подпись. Извините. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok